всем здарова ребят ну что пока приехал и смотрю есть инфа по поводу новой локации локация довольно таки интересная нестандартная для битвы замков сейчас я вам открою две фотографии загружу и прочитаем потом у нас было изначально в описании так это у нас 1 вот так вот выглядит она что мы тут видим 912 то есть у нас было раньше описание что у нас будет длиться она не знает или 12 дней каждый день новая волна будет то ли и 12 принципе то же самое 12 попыток так что у нас было интересного 10 героев три разных этапа у нас будет количество вызова не ограничено награды сохранены каждый игрок может выбрать 10 героев дороге назначена конечной то есть она давайте сейчас изначально прочитаем разберем эту картинку так событие длится 12 дней каждый день можно проходить этапы локация состоит из обычных и ритмахи кошмарных уровней давайте тогда вернемся к первой картинке вот наша первая картинка скорее всего здесь этапы вот этих вот три что там будет неизвестно то есть скорее всего также выбор будет как и в запределе но это очень кстати неудобно потому что я уже по пару раз попадался на то что когда я выбираю захожу в локацию случайно бывает нажимаем на 1 на 2 но не на 3 допустим и думаю мы их такая же проблема была вот очень плохо что они как-то они или подтверждение не делают либо как-то ну чтобы оптимизация была немножко по-другому потому что очень много ребят попадаются и случайно нажимается два раза и нажимается не туда не на ту локацию и назад и вернуться кстати уже не можешь в этом чуть-чуть есть проблем в общем поехали сражаться можно будет бесконечно ну то есть сколько хотите столько сражайтесь если вы можете пройти вы можете пройти так каждый уровень можно получать только раз в день то есть соответственно у нас на предыдущей картинке идем обратно вот на этой картинке у нас видно что есть 9 12 сутки дается счетчик есть есть карта видеть типа какой-то лабиринт и и вот если присмотреться видно следы то есть босс будет появляться в рандом месте идти насколько я понял надо то ли его будет догнать то ли пройти определенных амобов чтобы его догнать вот это вот непонятно запас здоровья видно что у нас 50 сердечек каким образом он будет пополняться непонятно но вот это вот картинка первое возвращаемся обратно тут у нас есть как видите вот какие-то то ли и заклинания то ли я не знаю то ли добавление статов бег замедление энергия жизни а вот первых два вообще непонятно что это такое и сундуки внизу то есть зависимость от того если вы пройдете вы получите такие награды в сундуке то есть скорее всего что будет это именно так так читаем дальше можно выбрать 10 героев но здесь менюшки с героями нам не предоставили но скорее всего будет как обычно так монстр будет появляться в рандомном месте будет следовать по дороге к назначенной конечной точке каждому проходящему монстру будет обычно соответствующее значение здоровья возвращаемся на предыдущую нашу карту вот это судя по всему босс и он видно внизу если точнее вверху если присмотреться его здоровья я не знаю каким образом это все будет сама битва происходить но я думаю это будет интересно по крайней мере если они ее опять же не запорят как и не сделали с за предельем с лабиринтом вот лабиринт вроде тоже классная крутая локация изначально было пока они не сделали такую привязку к силе что это просто анриел они обещают что они это изменят но каким образом это будет непонятно вот мне кажется что внизу вот если присмотреться у нас стоят гарнизоны и до гарнизоны и герой возможно это будут наши герои 33 здесь их почему-то 8 я не могу понять но есть табличка смотра ту и скорее всего это если бы они все одинаковые то был бы смотр непонятно это возможно просто так но возможно и наши будут либо какие-то юниты которых надо будет убивать потому что я думаю просто так он будет двигаться и вам его надо словить хрен его знает не знаю какой то должен быть смысл в этой головоломке потому что если идет какая-то дорога то там либо кита могут появляются либо вы откуда-то стартуете и доходите до него вот это вот тут совсем непонятно но если верить тому что они написали сражаться в день можно будет бесконечное количество вызовов не ограничено каждый уровень можно получать только один раз в день награды собраны будут сохранены награды того же уровня будет сохранить поэтому рекундеса играйте забирать изначально имеет полную школу монстр будет появляться в рандомом месте и будет следовать по дороге к назначенной конечной точке вот каждому проходящему монстру будет вечно соответствующее значение здоровья возможно скорее всего вот монстр будет передвигаться здесь целые сутки то есть он будет просто идти я не знаю может может и так это что-то будет интересное то есть он будет сутки двигаться в зависимости того хотя принципе с другой стороны догонялки играть тоже непонятно какой смысл локации вот самое интересное каким образом мы будем нападать на этого монстра или догонять его или там какие-то юниты будут которых надо будет пройти чтобы к нему дойти непонятно но я вижу что у него вот он вверху есть у него здоровья падает ну и какой смысл тогда вот этой вот сели ледяной дорожки вот тоже непонятно если нападать то в принципе мы они бы этого не делали и судя по следам то есть надо будет как-то за ним следовать или как непонятно ну в общем суть в том что нас не ограничивают нападениях соответственно это будет я насколько понял и так просто знаю диджи если у нас например ограниченное количество ходов в лабиринте мы не можем там дальше зайти если у нас нету сапог а в за пределе у нас ограниченные попытки то есть три попытки там у нас дается либо за кровь то все ограничено если же здесь не ограничено то есть по-любому должен быть какой-то прикол в этом всем просто так а диджи халяву не дадут это мы уже должны понимать не неизвестно какие монстры они обещают что будет пересмотрена полностью вся перепривязну то есть будет полностью все перри осмотрена привязка к силе но не знаю честно говоря локация как обычно все локации которые не раскручивают интересно но когда приходит к практике и когда люди начинают это играть то есть не практика когда они тестируют я не должны это все смотреть что она что-то не так а практика когда уже игроки непосредственно тестируют и понимают что это лажа у нас как обычно топовая локация просто засорается вот тоже самое лабиринт запределя вроде классные локации интересны то есть как бы интересно их проходить но с другой стороны ты понимаешь что ты вот я вот проходила втыкнулся фрею ты и убить не можешь зефира убить не можешь ронина ты его вообще никак не солёшь он уходит в инвиз и ты ничего сделать не можешь отхил 2 ляма у тебя в твоих шести героев просто не хватает урона оккультист просто превращает весь урон и твои герои тоже нихрена сделать не могут из-за того что сила и не сделали 6 лямов ну блин логики конечно у нас у нас все выпускается хаотично поэтому я не удивлен если эта локация будет интересно но потом она засереться на определенном лаве ли то есть дойдем до какого-то определенного уровня дальше нихрена вы сделать может все конечно зависит от того каким образом будет сам боевой геймплей то есть каким образом у нас будет реализация если же это будет просто обычный боя как с архидемоном с ограничениями и мы вперемся в какой-то потолоке не сможем пройти это печали если там будут запредельные монстры это тоже печаль то есть они должны как-то это ну я не знаю 12 ловилов я не знаю что туда можно будет напихать по любому будет какое-то увеличение или его жизни скорее всего что жизни и по любому будут какие-то ограничения или нет вот это самое основное если это будет то это будет очередная печаль донаты ну понятно донаты смогут фармить больше без донаты меньше вопрос там как будет это реализировано пока неизвестно в общем пишите свои мысли в комменты ставьте лайки ждите новых видосиков я надеюсь уже на этой неделе мы сможем этом потестить всем удачи всем пока